Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Как часто вы прислушиваетесь к мнению своей собаки? Даете ли вы ей выбор, например, каким маршрутом пойти гулять или что съесть на завтрак? Возможность выбирать и принимать самостоятельные решения очень важна для лающих. Не верите? Сейчас мы вам это докажем. Собаки умеют и хотят выбирать. Правда, их владельцы не всегда предоставляют им такую возможность. А зря. Питомец в этом случае не только не станет доминировать в отношениях с хозяином, но и будет благодарен ему. Возможность выбирать положительно влияет на психологическое состояние собаки. Это не единственный благоприятный эффект. Итак, представляем вам 4 повода давать лающим право выбора. Возможность выбирать избавляет собаку от лишнего стресса, ведь она не делает то, что ей не нравится. Соответственно, лающий друг начинает лучше психологически и физиологически чувствовать себя. Он становится менее тревожным и более общительным. Собаке больше не нужно бояться запретов или приказов со стороны хозяина. Она знает, что ей обязательно предоставит право выбрать и тем самым выразить свое мнение. Возможность выбирать положительно влияет на эмоциональный интеллект животного. Так, к примеру, собаки, которым дают право выбора, реже испытывают проблемы с подбором чего-либо на улице или страдают от сильного страха расставания. Предоставление собаке право выбора улучшает отношения между питомцем и владельцем. Лающий друг чувствует доверие со стороны хозяина и сам начинает больше доверять ему. Таким образом, собака видит во владельце друга, а не строгого начальника. Возможность выбирать делает собаку инициативной и самостоятельной. Питомец чувствует ответственность за свои решения. У него появляются новые идеи. Предоставление права выбора развивает креативность и интеллект у лающего друга. Так как мы хотим с нашими собаками прежде всего выстраивать дружеские отношения, то есть мы смотрим на собаку как в какой-то степени равного участника наших взаимоотношений. И для того, чтобы собака чувствовала себя более счастливой, чтобы ей было комфортно, чтобы она была уверена и в нас, и в себе, собаке нужно предоставлять выбор. Например, вы можете спрашивать собаку, куда она хочет пойти во время прогулки. Конечно, это не означает, что вы всегда будете следовать тому, что хочет собака, но в каких-то ситуациях это более чем возможно. Также мы можем предлагать собаке выбрать, что она хочет сейчас поесть. Например, мы можем предложить собаке на одной большой миске несколько разных маленьких порций еды, которую она обычно ест. Это могут быть кусочки разного мяса, овощи, может быть немножечко спагетти, там совсем чайная ложечка мороженого. Мы можем понаблюдать вообще, что собака сама по себе выберет. Какие у нее предпочтения, это очень интересно. Мы можем узнать нашу собаку заново. По-моему, поводы предоставить своей собаке право выбора достаточно веские. Осталось только не забывать о них в повседневной жизни. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!